Динамо Динамо Москва Динамо Москва Всего 13 секунд понадобилось динамоцам, чтобы наказать автозаводцев за проступок нашего нападающего. А еще через минуту нижегородцы ошиблись на смене и на ровном месте схватили удаление за нарушение численного состава, оставшись втроем против полной пятерки соперника. Таким подарком динамоцы воспользовались с превеликим удовольствием. 2-1, третий период и удаление. Пять минут сломал, конечно, нашу игру и дал шанс соперник винуться в игру. Итоговый счет 3-2 поражения торпеда. Вслед за единственной домашней игрой нижегородцам предстоял двухматчевый выезд по маршруту Санкт-Петербург-Минск. В северную столицу автозаводцы приехали, потерпев три поражения подряд. Поэтому торпедовцы были намерены дать бой одной из сильнейших команд лиги, как минимум не менее упорной, чем в первом матче сезона на льду Нагорного. И, несмотря на преимущество хозяев площадки на протяжении практически всего стартового периода, к первому перерыву на табло все еще горели нули. Но едва стартовал второй игровой отрезок, армейцы из берегов Невы показали, кто в доме хозяин. Сначала Динар Хафизулин с помощью рикошета от Юрия Сергеенко открыл счет. Затем Максим Карпов и Никита Гусев в стремительной контратаке вдвоем оказались быстрее находчивее всей нижегородской пятерки. А ближе к концу второй 20-ти минутки питерцам вновь удалась отличная атака с ходу, в результате которой Андрей Кузьменко вновь отправил шайбу за спину Станиславу Галимову. Незадолго до второй сирены Никита Седиков оставил автозаводца в меньшинстве, но до окончания периода хозяева площадки разыграть лишнего не успели. Зато после перерыва наказание долго себя ждать не заставило. А до разгрома армейцы счет довели, в очередной раз выдав мастер-класс по быстрому переходу из обороны в атаку, итогом которого стал выход 1 в 0 Ярна Каскираанте, который финский нападающий с блеском реализовал, отправив Станислава Галимова на скамейку запасных. Вышедший ему на замену Денис Костин продержался сухим всего 10 минут. Алексей Бывальцев хлестким кистевым броском в девятку установил окончательный счет в матче. 6-0 – самое крупное поражение торпеда в этом сезоне. Во время первого выхода программы в эфир автозаводцы проводят матч в столице Белоруссии против аутсайдера континентальной хоккейной лиги Минского Динамо. И, надеемся, сможет прервать четырехматчевую серию поражений. Ну а теперь мы переходим к волейболу. Нижегородская команда АСК очень мощно выступает в этом сезоне. В седьмом туре они принимали на своем паркете Тюмень. Из нашего следующего сюжета вы узнаете, как завершились эти встречи. К матчам против тюменцев нижегородцы подошли серии из семи побед за плечами, тогда как гости ехали в нижний после поражения от Барнаула. Субботняя игра началась очень мощно. Нижегородцы забрали первый сет со счетом 25-19. Вторая партия осталась за Тюменью и ничья 1-1. Кстати, забегая вперед, эта партия стала одной из двух, которые гости записали в свой актив за два вечера. Второй стала как раз следующая партия. 25-27 и Тюмень вышла вперед, однако ненадолго. Волейболисты АСК перевернули ход игры, забрав два следующих сета. Конец матча 3-2. 13-я победа в чемпионате. В воскресном матче все обстояло лучше и закончилась игра намного быстрее. Как уже было сказано выше, Тюмень за два матча против АСК сумела выиграть лишь две партии. Обе в субботу. Нижегородцы уверенно забрали все три сета. 3-0 и победная серия продолжается. Уже 14 матчей. Лучшим игроком в составе АСК стал капитан Виктор Никоненко. Хорошо, что быстро. Это главный комментарий. Сегодня получалось многое. Играли. Ну, был хороший прием у нас. Хорошо держали подачу. Много у нас было эйсов. И общая игра неплохая. То есть страховали друг друга в защите. Много забивали. Съем держали главное. Но все равно были небольшие провалы. Надо этим работать. Ожидали от соперника, который все-таки на девятом месте идет, такого сопротивления. Вчера 3-2. Как видите, вчера не ожидали. Но уже поняв, что они не такие простые, как кажется. Что у них ребята с хорошей общей игрой. Заводные очень. Видно, что у них такой сильной задачи не стоит конкретно. Им надо хорошо играть. Просто показать качественный волейбол. Поэтому они стараются. Играют не думая. От души. Наслуждаются волейболом. И у них многое получается. Но когда мы начали уже прессовать сегодня, уже поняв, что это непростые парни, то уже им сложнее стало играть. Хорошее настроение после победной серии. Отличный повод для шуток. Вчера 4 блока поставили. Это лучший наш результат. Сегодня тоже вы стали такой легендой. Дело в том, что вчера я 2 блока поставил в 5-й партии. Когда мы неплохо вели. Решающая партия. Лучше надо было бы, конечно, эти 4 блока поставить где-нибудь по 2-й партии. Когда мы чуть-чуть в тресе. Лучше, чтобы не затягивать. Не доводить до 5-й. В чем секрет такой? Секрет? Может быть, я не такой молодой, не такой прыгучий. Я жду, куда встанут молодые парни и начнут бить на моей высоте. Так и случилось. Отлично. После побед на Тюмени АСК продолжает лидировать в высшей лиге А. Хорошо, что идем на первом месте. И надеемся, будем дальше идти на этом же месте. Следим ли мы сейчас за теми, кто у нас на втором, на третьем месте? Нет. Абсолютно не следим. Больше сосредоточены на своей игре. И играем и настраиваемся на каждую игру. Теперь расклад в турнирной таблице в высшей лиге А следующий. Благодаря 11 победам в 14 матчах волейболисты АСК набрали 32 очка и занимают первое место. На втором – Динамо из Челябинска с 27 очками. Тройку замыкает Оренбургский нефтяник. У них 25 очков. Но мы продолжаем вас знакомить с теми, без кого проведение спортивных матчей в Нижнем Новгороде практически невозможно. О группах поддержки мы уже рассказали. Теперь переходим к талисманам. И начнем, наверное, с самого известного нижегородского маскота – оленя Торика. Внимание на экран. Он первым выкатывается на лед перед матчами, встречает команды и развлекает болельщиков на трибунах. Внутри костюма бывают два человека – Илья и Максим. С нашей съемочной группой общался именно Илья. Он давнишний болельщик Торпедо. Катался на выезда, потом чистил лед. И в какой-то момент ему предложили стать талисманом команды. Талисман, он как везде, наверное, да, он бегает, веселится. Как-то пытается завести публику, создает антураж. Ну, я считаю тоже, что без этого не будет какого-то, не знаю, там, искры этого матча, да, любого. То есть талисман, он всегда что-то привносит для проведения хорошей игры, чтобы болельщикам было интересно. В жизни маскота часто случаются забавные ситуации. На последней игре, которая была с ЦСКА, которой я работал, я так выбежал. Мне там потом сказали, так, Ильяна, выбежал, и я там шлепнулся в конце. Но искусство талисмана заключается в том, что ты вот вроде вот упал. Там даже меня фотографировали. Ну, я так понимаю, очень многие подумали, что я это специально сделал. А так, если по секрету, да, никому не говорите, ну, я просто, ну, немножко не заметил ямку и полетел в нее. Разумеется, Илья общается с талисманами других команд. У нас есть взаимодействие с людьми, там, из других клубов, там, Миша из Акбарса, да, приезжает. У меня там в истории в Инстаграме я выкладывал, как он там ногу пытался съесть нашему сыну Доши. Не прыгайся, ты мне портишь аппетит. Да у нас все дружно, мы общаемся по мере возможности. У Ильи много задач по ходу игры, но в первую очередь он всегда преданный болельщик торпеда. Я как болельщик, наверное, пожелаю только не унывать в трудные времена, команду поддерживать в любом случае, да. Это первый показатель болельщика, то, что он всегда с командой, всегда он гонит ее вперед, всегда помогает этой команде. Ну и, я не знаю даже, нам нужна победа, наверное, и чтобы эти победы пришли, нужно, чтобы мы болели на все 100%. Мы как талисманы, как сотрудники клуба, да, сделаем для этого все возможное и невозможное. Поэтому только торпеда, как говорится, только победа. Ну а на этом у нас все. И перед тем, как попрощаться, расскажем о том, что ждет нижегородские команды в ближайшую неделю. В пятницу, 7 декабря, баскетболисты Нижнего Новгорода возвращаются на паркет после перерыва на игры сборных. Соперником в рамках единой лиги ВТБ станет Саратовский Автодор. 12 декабря черно-белые отправляются в Италию на матч Лиги чемпионов с местным Эйр Авеллино. Хоккеисты Торпедо начинают декабрьскую серию домашних игр. 8 декабря на льду Нагорного автозаводцы сразятся с нефтехимиком. В понедельник, 10 декабря, нижегородцы будут принимать принципиального соперника Ярославский Локомотив. Хоккеисты Сарта в среду, 12 декабря, отправляются в Иркутск на матч с местным Байкалом. Волейболисты АСК, которые сейчас лидируют в высшей лиге А, проведут 8 и 9 декабря гостевые матчи против Ставрополя. Спарта в эти же дни на домашнем паркете сыграет с северянкой из Череповца. Мини-футбольный клуб «Орхим» в воскресенье, 9 декабря, сыграет в Москве против «Спартака». Ну а теперь у нас точно все. И помните, что спорт – это лучшее увлечение на планете Земля. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова